Не верь тем, кто говорит, что всякие грамоты в жизни не пригодятся. Отойдет мне. Меня зовут Алексей Долинин, и я поступил в высшую школу экономики на факультет социальных наук вне конкурса. И все благодаря Олимпиаде. Но я не просто хвастаюсь, я хочу поделиться опытом, каково это поступать по Олимпиадам, и почему часто это проще, чем поступать по ЕГЭ. А еще проще поставить лайк и подписаться на канал. Попробуй, чтобы без вступительных испытаний стать моим любимым подписчиком. Я решил поступать по Олимпиадам, потому что понимал, что баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в мой вуз, просто слишком велики. И я знал, что для меня выиграть Олимпиаду и сдать один предмет намного легче. Так и получилось. Я завалил один из экзаменов, но учусь в вышке на бюджете. Одна из распространенных причин писать Олимпиады это желание обойти саму систему. Вы пишете Олимпиаду, попадаете в число призеров и получаете 100 баллов за ЕГЭ или поступаете автоматически. Кроме того, вам не надо набирать на Олимпиаде 100 баллов. Для призерства, как правило, достаточно баллов 50-60, а бывает и меньше. Статистически выиграть Олимпиаду проще, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов. Так что выбор становится очевидным. Советую участвовать в Олимпиадах тем, кто любит какой-то один предмет больше всех остальных. Простой пример. Вы хотите поступать на юриста и любите общество знания, но вот история вам не нравится. Что вы делаете? Вы пишете Олимпиады по обществу знанию, выигрываете их и поступаете в университет, не сдавая ЕГЭ по истории. Вы также поступаете на бюджет хорошего университета. Другой интересный пример. В одном из прошлых годов победительница Всероссийской Олимпиады по русскому языку поступила на направление лечебное дело, минуя экзамены по химии и биологии. Тут также лучше не забывать, что экзамены при поступлении ты сможешь избежать. Но нелюбимые предметы все равно тебя настигнут. И, скорее всего, уже на первой сессии. Ведь из программы их никто не уберет. А жаль. Еще одна необычная причина участвовать в Олимпиадах это поступление в ВУЗ до 11 класса. Дело в том, что результаты Олимпиады действительно 4 года. Поэтому, если ты выиграешь в 10, 9 или даже 8 классе, то все оставшиеся годы обучения ты сможешь четко знать, что какой-нибудь университет уже давно ждет тебя. Дальше возникает вопрос. Какие Олимпиады сдавать и с какой Олимпиады куда берут? Если тебе эта тема интересна более подробно, то советую наш курс подготовки к Олимпиадам от Умску. Олимпиады бывают разные, но мы попытались объединить универсальные техники с возможностью корректировать и подстраивать их под нужные тебе Олимпиады. Подготовка включает в себя видео-лекции, домашние задания, онлайн-практику, а также специальный Олимпиадный трекер для четкого индивидуального контроля знаний. Переходи по ссылке в описании, записывайся на наш Олимпиадный курс, чтобы уж точно не переживать из-за баллов ЕГЭ. Ну и где мы шляемся? В свое время я участвовал более чем в 20 Олимпиадах, и у меня получилось выиграть 8 из них. Я выиграл почти все Олимпиады по обществознанию первого уровня. Единственная Олимпиада, которую я не покорил, это Олимпиада Ломоносов. Также я участвовал в Олимпиадах по истории, социологии, философии и политологии. И это была классная возможность погрузиться не только в обществознание, но и в его конкретные разделы, что помогло мне выбрать мою специальность. Возможно, кто-то сейчас подумал, что я какой-то фанатик Олимпиад. И отчасти это правда. Но я сдавал так много Олимпиад, потому что все они дают разные льготы и разные бонусы. Давайте немного об этом поговорим. Самая почетная Олимпиада – это Всероссийская Олимпиада Школьников. Она проводится во всех регионах России, а ее призеры могут поступить в любой вуз без ЕГЭ на специальность по профилю Олимпиады. А выбор предметов огромный – целых 24. От математики и русского языка до физры и ОБЖ. Есть только одно «но». Возможно, сдать ЕГЭ все-таки проще, чем выиграть эту Олимпиаду, поскольку здесь целых 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. И если на школьном обычно достаточно знаний школьной программы, то дальше задания усложняются. И для успеха уже надо читать дополнительную литературу, уметь мыслить нестандартно, обладать широким кругозором, а иногда и удачей. Да ну нафиг! Я сам участвовал во Всероссийской Олимпиаде школьников и дошел до регионального этапа. Это предпоследний этап. В моем случае он проходил два дня, как это бывает по обществознанию и истории. По итогам двух туров у меня не получилось пройти дальше, но я не отчаялся и сделал акцент на перечне в Олимпиаде. Самое сложное во Всероссийской Олимпиаде – это попасть на финальный этап. А уже там 50% учеников получают дипломы и могут поступить в ВУЗ мечты без ЕГЭ. Причем задания за 9, 10, 11 класс не особо-то и отличаются, поэтому можно пробовать себя несколько лет, и рано или поздно у вас все получится. Но не забывайте, что конкуренция на Всероссии самая большая среди всех Олимпиад. Куда проще поступить по так называемым перечневым Олимпиадам. Перечневые Олимпиады – это Олимпиады из специального списка, который каждый год утверждает Министерство образования и науки. Их прям очень много. Список из года в год немного меняется. Многие эти Олимпиады организуют университеты. Например, Высшая проба от Высшей школы экономики или Ломоносов от Московского университета. При этом стоит участвовать даже в тех Олимпиадах, которые проводятся не вашим ВУЗом, не ВУЗом, куда вы хотите поступать. Потому что вы можете поступить с Олимпиадой МГУ в СПБГУ. И наоборот. То есть Олимпиады взаимозаменяемы среди разных ВУЗов. Так как перечень у них Олимпиад очень много, они делятся на три уровня. Самый почетный, мощный – это первый уровень. Там больше всего участников и больше всего льгот. Как правило, с дипломом таких Олимпиад можно поступить без ЕГЭ. Как говорится, БВИ – без вступительных испытаний. В отличие от Всеросса, сдавать ЕГЭ вам все-таки придется. Вам необходимо набрать 75 баллов по предмету выигранной Олимпиады, чтобы доказать, что ваш результат не был случайностью, и вы действительно готовы учиться в университете. Перечневые Олимпиады 2-го и 3-го уровня уже принимают не все ВУЗы. Ну или не все засчитывают их как поступление без экзаменов. А могут давать, например, только 100 баллов по профильному предмету. В любом случае, окончательное решение о приеме выпускников по результатам перечневых Олимпиад надо смотреть на сайте конкретного желанного университета. В отличие от Всеросса, призерами перечневых Олимпиад становится 25% участников заключительного этапа, но не более 300 учеников. Хотя это не должно вас пугать, потому что тут только два этапа – дистанционный и очный. Заочный этап, он же дистанционный, как правило, проходит в первой половине учебного года. И технически там тебя никто не контролирует. То есть по факту можно даже списать, но к финальному этапу все равно учить придется. Если вы прошли во второй этап, то он уже проводится очно. Он проходит во второй половине года в крупных городах. Кстати, среди победителей Олимпиад тоже есть градация по степени диплома. Чем она выше? Тем больше льгот и тем выше самооценка. Но не стоит бояться. За счет большого количества перечневых Олимпиад конкуренция на них гораздо ниже, чем на Всероссе. Скажу по секрету. Люди, которые пишут Всеросс, иногда даже не пишут перечневые Олимпиады. А если ты боишься запутаться и хочешь выбрать именно те Олимпиады, которые помогут поступить в ВУЗ мечты, то воспользуйся Олимпиадным ботом Умску. Он подберет самые выгодные Олимпиады по твоей запросу. Это круто. Очень круто. Круто, круто, круто. Я не просто так участвовал в разных Олимпиадах, потому что они дают разные льготы. Я рекомендую вам писать все Олимпиады, потому что вы никогда не знаете, где вам повезет, а где нет. Кроме того, результаты Олимпиад приходят примерно в одно и то же время. Это в марте или апреле. Поэтому пока диплом не на ваших руках, победа еще не в кармане. Выигрыш в нескольких Олимпиадах даст тебе возможность выбора. Как я и говорил, вузы могут принимать разные перечни в Олимпиады и давать разные бонусы. Но самый желанный – это, конечно, поступление без вступительных испытаний. Кроме того, есть дополнительные бонусы. Вузы могут дать вам 100 баллов за дополнительные вступительные испытания. Особенно это актуально для тех, кто поступает в МГУ. Олимпиадники могут рассчитывать на разного рода гранты и добавки к стипендии. Например, победители в Сироса могут получать 20 тысяч рублей ежемесячно по президентскому гранту. На всякий случай, это очень сильно больше, чем средние стипендии в России. Но даже за перечни в Олимпиады бывают льготы. Например, в РУДН и в УРФУ предусмотрены повышенные стипендии до 20 тысяч рублей. А СПБГУ дает приоритетное право на общагу в центре второй столицы. Это очень полезный бонус, потому что основные общаги СПБГУ находятся в Петергофе. Это более двух часов езды до центра Питера, где находится большинство факультетов. Кроме поступления в университет, Олимпиады могут дать вам настоящих друзей. Я до сих пор общаюсь с многими ребятами, с кем мы подготовились вместе к Олимпиадам. Подача документов с дипломом Олимпиады не сильно отличается от обычной. Только вам сразу надо будет выбрать один конкретный университет, куда вы подаете оригиналы. Потому что вы уже знаете, что вас берут по Олимпиаде. У вас есть возможность повыбирать, потому что вы получаете диплом в марте, а поступаете только в июле. Когда я выбирал, куда подавать документы, я обращал внимание на тех людей, кто будет учиться вместе со мной. Я решил подать на программу, куда поступали 16 победителей и призеров Всероссийской Олимпиады школьников по истории и общества знаний. Я знал, что хочу учиться в окружении классных и интересных ребят, и так и получилось. Но все-таки скажу честно, ЕГЭ – это основа подготовки к любой Олимпиаде. Именно поэтому часто олимпиадников освобождают от сдачи ЕГЭ, и им не так тяжело набрать 75 баллов. Хотя бывали случаи, когда ребята не могли это сделать, потому что слишком расслаблялись после Олимпиад. Я готовился к Олимпиадам за несколько месяцев до самих экзаменов. И уже знал, что выиграл Олимпиаду, тем не менее ответственно подходил к подготовке. Это помогло сдать мне экзамен на 95 баллов. Однако это далеко не суперхороший балл для олимпиадника. Как правило, они сдают еще выше, потому что обладают всеми необходимыми навыками для сдачи этого экзамена. У ЕГЭ и Олимпиад схожи не только темы и вопросы, но и методы подготовки. У большинства популярных Олимпиад есть кодификаторы, задания прошлых лет. В общем, все штуки знакомы всем, кто готовится к выпускным экзаменам. Опять ты, что ли? Кроме кодификатора в интернете огромное количество литературы, которую стоит почитать для подготовки к каждой Олимпиаде. Ведь на Олимпиаде часто спрашивают понимание предмета. И в отличие от ЕГЭ практически не встречаются вопросы с выбором варианта ответа. А чаще всего даются развернутые задания. Тебе понравится, если кажется, что ЕГЭ тебя ограничивает. Я думаю, что ЕГЭ и Олимпиады в равной степени показывают знания человека. Но дело в том, что Олимпиады позволяют раскрыть навыки, которые потом пригодятся в работе, учебе, университете, да по жизни в целом. Олимпиады раскрывают тебя как личность, полноценного абитуриента. Чего, если честно, так не хватает при сдаче ЕГЭ. Советую обратиться к школьному учителю. Он может помочь тебе с проверкой твоих Олимпиадных заданий, разбором каких-то сложных моментов. И я понимаю, что учитель может не знать специфики Олимпиад, но его опыт точно лишним не будет. Плюс к этому ты покажешь свою заинтересованность предметом. А еще универсальный совет 21 века. В интернете можно найти огромное количество всяких групп, где вы можете найти людей, которые так же, как и вы, готовятся к Олимпиадам. В свое время я готовился к Олимпиадам, изучая дополнительную литературу, просматривая задания прошлых лет и в целом интересуясь обществознанием. Это и послужило ключом к успеху на Олимпиаде. Олимпиада – это отличный способ упростить себе поступление, но важно понимать, что это не одна попытка, а несколько. Чем в большем количестве Олимпиад ты участвуешь, тем больше шансов выиграть. Так же и с лайками. Чем больше ты их ставишь, тем больше хороших и полезных видео выходит на этом канале. Так что ставь лайк этому видео и подписывайся, если еще не подписан. Желаю тебе поступить в ВУЗ Мечты без ЕГЭ и до новых встреч!